Сменив элегантный костюм и изящные туфли на образ подемократичнее, заместитель председателя Гродненского горосполкома Зоя Кулеша во время республиканского субботника с большим знанием дела помогала благоустраивать территории больницы скорой медицинской помощи. Под окнами отделения, где лежат мамы с новорожденными, усилиями Зои Вацлавовны и других членов исполкома были высажены деревца сакуры, а также различные кустарники. Уже скоро любоваться цветением этого экзотического дерева смогут не только японцы, но и молодые гродненские мамы. Получилось очень символично. Вместе с тем, оказалось, что одинаково хорошо заместителю мэра удается и курировать с полным знанием дела социальную сферу города, и ловко управляться снежными саженцами. Понимаю, что такое физический труд. Я этому обучена с детства. Я не боюсь работы. И всегда меня так учили получать удовольствие, когда ты трудишься, и после тебя остается результат этого труда. Я действительно получаю от этого большое удовольствие, потому что это светлый мозг, это хорошая энергия, это желание, чтобы то, что ты делаешь, чтобы оно осталось и были от этого плоды. Этот субботник, как и многие мероприятия 2020 года, отличается от тех, какими мы привыкли их видеть. Никакой многолюдности и массовости. Работают в маленьких группах по несколько человек, но на свежем воздухе, что снижает некоторые риски. Проезжая по городу, вижу, что люди активны и сегодня в том числе. Этот раз мы не стали собирать какие-то большие группы, небольшими группами, где-то в одиночку. Так, вижу, и жители сами города принимают активное участие в субботнике. Не пренебрегли смены деловых костюмов на рабочую одежду и глава города и области. Работали в лагере «Зорька-юбилейная». Гродницы традиционно, как и вся страна, в конце апреля активно принимают участие в таком хорошем мероприятии, как субботник. И вы знаете, субботник, он же не просто чисто пришли, поработали, а это всегда такое сплочение общества ради какой-то цели. Цель очень хорошая поставлена в этом году. Это подготовка детских оздоровительных лагерей к сезону. Мы всегда этим занимаемся и вот планируем с участием субботниками еще подтянуть эти вопросы. Планируется, что собранных на субботнике средств Огродневской области в республиканский бюджет поступит порядка 700 тысяч рублей. Обычно эти деньги перераспределяются и направляются на благоустройство памятников и военных мемориалов, а также на прочие общественные нужды. В основном работа на субботнике традиционно посвящена озеленению, а в этот раз оно и вовсе является исполнением распоряжения главы государства. Буквально накануне президент утвердил генплан города. «Распоряжением президента утвержден генеральный план, приписка, разработать до 2021 года схему озеленения города Гродно. Поэтому и сегодняшние посадки – это тоже с учетом этого этой схемы, которая будет разработана буквально до сентября месяца. И сегодня зеленых насаждений приходится 15 квадратных метров на жителей города Гродно. Вообще генпланом предусмотрено до 30-го года на каждого жителя города Гродно 22 квадратных метра зеленых насаждений». Масштабное озеленение Гродно. Такая задача перед местными властями стоит уже не первый год. Реконструкция центральных улиц вынудила пойти на крайние меры, и много деревьев пришлось пустить под пилу. Однако медленно, но верно этот зеленый фонд стараются восстанавливать. И даже в том случае, если нужно вырубить какое-то дерево по причине его болезни или старости, на его месте обязательно должны посадить два молодых. Работали на этом субботнике так или иначе многие. Соблюдали рекомендованные правила, держали дистанцию, не собирались вместе, но и остаться в стороне не смогли. А результаты этого дня, хочется верить, не заставят себя ждать, и город в ближайшие годы станет еще зеленее, чем был когда-то. Элл Антабудила, Виталий Рубанов. Новости Гродно+.